привет друзья ну что ж я продолжаю рассказывать о своем летнем круизе и те кто как говорят не в теме смотрите ссылку в описании на начало этого фильма и сейчас я уже из кронштадта приехал с туристами в санкт-петербург высадили нас у храма который называется спас на крови и построен он был в 1881 году в память от того что на этом месте был смертельно ранен император александр 2 более подробно об этом вы можете почитать в интернете или в исторической литературе это для тех кому интересная история санкт-петербурга и нашей страны в целом а затем а затем я вышел из автобуса на конечной точке экскурсии и это было прямо рядом с александра невской лавры группу туристов с которыми я был на экскурсии в кронштадте увезли в гостиницу москва на обед а я турист вольный музыкант с теплохода и поэтому решил экскурсию свою продолжить но уже в индивидуальном плане я перекусил макдональдсе и увидел на другой стороне невского проспекта лавру ту самую знаменитую которую я видел только по телевизору и в ней ни разу не был хотя в питере был много много раз дай думаю схожу в эту лавру и вот на этих кадрах вы видите начало моей экскурсии я прошел мимо памятника александру невскому и вот она лавра полное ее название свято троицкая александра невская лавра это мужской православный монастырь на восточной оконечности невского проспекта это первый монастырь в санкт-петербурге в 1710 году по указу петра первого на этом месте а здесь черная речка впадает в него сейчас эта речка называется монастырка так вот царь приказал строить здесь монастырь а назвали этот монастырь честь александра невского так как считалось что именно в этом месте князь александр невский одержал победу над шведами в 1240 году а от монастыря к центру петербурга планировалось проложить широкую дорогу невскую перспективу как говорили в то время вот так и появился невский проспект в состав архитектурного комплекса лавры ходят несколько некрополей где покоятся многие выдающиеся деятели восемнадцатого и девятнадцатого веков церковь которую построили на этом месте это была благовещенская церковь ее построили еще в 1724 году она была деревянная и это было еще при петре первом а в середине 18 столетия была построена надвратная церковь богородицы всех скорбящих радость именно на этом месте на территории обители был устроен сад светниками открыта духовная семинария а в 1797 году император павел первый повелел присвоить обители статус лавры а вот это посмотрите троицкий собор он был построен по приказу екатерины второй в стиле классицизма в 1790 году это главный монастырский храм свято-троицкой лавры на территории лавры находятся три кладбища захоронением членов императорской семьи знаменитых писателей композиторов артистов театра крупных государственных деятелей первое кладбище это лазаревское кладбище самое старое было основано еще в начале 18 века здесь есть некрополь где есть захоронение ломоносова и фанвизина карамзина ивана крылова достоевского глинки чайковского комиссаржевской и многих других выдающихся знаменитостей которые приумножили славу российского государства в тот момент когда я оказался среди этих безмолвных памятников я почувствовал себя ну как бы прикоснувшимся к тем временам а ведь это еще были времена императрицы елизаветы анны аановны екатерины второй еще живы тогда были ломоносов и фанвизин придворный композитор бортнянский да и что там говорить это были люди навсегда вошедшие в историю нашего государства андрей воронихин прочитал я надпись на памятнике умер 21 февраля 1814 года откуда я помню эту фамилию подумалось мне в тот миг и памятник мне это подсказал это же знаменитый архитектор спроектировавший казанский собор в котором находится погребение михаила илларионовича кутузова кстати казанский собор это тот самый памятник архитектуры который я увидел впервые еще в 1966 году когда приехал в город на неве из карелии где мы студенты яростный комсомольский стройотряд как в песне поется помните так вот я впервые побывал в ленинграде как тогда еще назывался город санкт-петербург и почему-то запомнил именно этот собор и почему-то мне еще запомнился вот этот дом правда я не знаю точно до сих пор что это за строение закончив свою экскурсию по лавре у меня мелькнула мысль связанная с памятником андрея воронихину посмотреть на казанский собор давненько я не бывал на том месте и вот он красавец величайшее творение мастера архитектора андрея воронихина у могилы которого я только что был да насколько все люди разные одни люди настоящие творцы украшают мир вокруг себя создавая подобные вот такие шедевры и история их будет помнить в веках а другие бездарно прожигают свою жизнь в пьянстве распутстве лени ничего полезного так и не сделав за всю свою жизнь и самое главное такая жизнь их вполне устраивает вот ведь как вот друзья почему иногда полезно посетить такие святые места могилы великих людей заставляют не только думать и как бы общаться да они те которые лежат под могильной плитой все таки задают нам неудобные вопросы если конечно вы способны их слышать вот такие были мои тогда мысли ну что ж друзья сделаем еще один предзаключительный перерыв в этом объемном фильме о моем круизе на валаам из москвы а заключительный фильм будет о мариинском театре а точнее о театральном музее который мне показался довольно интересным и который расположен рядом с мариинским театром хочу напомнить о том что как всегда я появляюсь своих новых телеэфирах по вторникам и пятницам еженедельно по вторникам как всегда я в роли ведущего моего журнала music sky или журнала о гастролях и о всяком разном а по пятнице встречайте меня с новой музыкой либо с песнями либо с саксофоном и так увидимся друзья всего вам хорошего подписывайтесь на мой канал пока пока